Форму сертификата о вакцинации от коронавируса утвердил российский Минздрав. В него вносятся основные данные о вакцинированном. Когда и какой вакциной он привит и ревакцинирован, какие у него противопоказания к вакцинации. И если он болел ковидом, то когда. В верхнем левом углу место для QR-кода. Документ формируется на русском и английском языках в электронном виде не позднее, чем через три дня после завершения вакцинации. Приказ Минздрава вступает в силу 8 ноября. А сертификаты, полученные раньше, автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта. Предприниматели с закрытых рынков Оксайского района постепенно переезжают на альтернативные места торговли. С началом ноября точка у старого аэропорта закроется. Она изначально организована как временная. А взамен открываются новые постоянные площадки в Батайске, Оксайском и Азовском районах. Некоторые из них, например, Гарант в Оксайском районе еще готовят. А на Меркурии и Южном Хабе предприниматели уже работают. Нам даже лучше, что это находится за городом, не заезжая в Оксай, в Ростов, в эти пробки. Наши большегрузные машины заедут прямо сюда, в этот рынок. И нам действительно тут очень нравится. Все новые рынки будут с полной инфраструктурой. Склады, овощехранилища, точки питания, санитарные условия, свет, вода, парковки. Торговля оптовая и розничная. Перевезут предпринимателей бесплатно и на первое время обещают льготные условия. Также, например, к Южному Хабу пустят бесплатные автобусы для покупателей. Всероссийский фестиваль духового искусства «Воздух» завершен. Он был посвящен столетию трубача и дирижера Тимофея Дакшицера. За неделю ростовчане услышали солистов Андрея Борзенко и Игоря Бабина, московский ансамбль «Нью Лайф Брас» с программой «Живи с музыкой». И напоследок столичного дирижера и трубача Владислава Лаврика. Это первый фестиваль и мне очень приятно, что меня пригласили на закрытие этого фестиваля. Это, безусловно, яркое событие. Сейчас духовая музыка действительно на подъеме и я являюсь художественным руководителем духового фестиваля «Брас Дэйс». Всероссийский фестиваль духового искусства «Воздух» планируют проводить раз в два года. Эксперты ЕГФ определились самыми красивыми голами пятого тура Лиги чемпионов. На пятом месте рейтинга подкрутка с правого края от игрока ЦСКА Сары Рестовски. Да, это эффектно, но смотрите, чем хуже вкрученный в ворота Боруссии мяч Юлии Моногаровой. Как говорится, найдите 10 отличий. Ну ладно, Моногарову поставили выше с другим голом и только это оправдывает ЕГФ. Но никак не оправдан гол номер 4. Он заброшен в наши ворота безнадежно проигрывающими немками с явной пробежкой. И опять же ладно, Боруссию это вряд ли сильно порадует. На третьем месте гол нашего следующего соперника – Эсберга. Пушка, конечно, впечатляет, но не до безумия, видали и мощнее. Второй по красоте признана бабочка у летающего игрока Меца. Ну, что красиво, то красиво. Но особенно красив, конечно же, наш воздушный гол. На вес Борщенко на уже летящую Моногарову и та безупречно переправляет мяч в сетку. Ростов-Дон – первое место в топ-5 голов и в группе Лиги чемпионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова